месть это блюдо которое лучше подавать холодным тогда она получится вкуснее сегодня о венере в скорпионе венера в скорпионе худшее положение для венеры дети плохо больно тяжело она здесь изгнана это совсем некомфортное для нее положение но такая венера в то же самое время самая страстная венера из всех самая привлекательная и самая богатая вот так изгнание место изгнания это всегда место где можно ярко реализоваться это всегда раскрытие талантов через боль через не хочу и не могу это прорыв к самым высшим достижением через дно через прохождение дна и выход вверх это общий гороскоп это общая информация и перед тем как я пойду по знакам зодиака я хочу сделать маленькое отступление для всех полезное особенно для тех кто изучает астрологию венера в скорпионе если такая карта у мужчины то она показывает и такая венера точнее у мужчины то она показывает девушку тип девушки типаж который нравится мужчине так будет вести себя девушка которая нравится этому мужчине если же венера скорпионе у девушки то это поведение девушки естественно если вы хотите узнать как будет проявлять себя в отношениях любовных мужчина смотрите его марс а если вы хотите узнать как вы скорее всего с ним проявитесь смотрите его венеру где бы у вас не было солнце где бы у вас лично не была венера если у вашего мужчины венера в скорпионе скорее всего вы будете часто и густо проявляться как Венера в Скорпионе. Итак, это общая информация. А сейчас перехожу к общему гороскопу. Слушайте свой солнечный знак зодиака, луну и асцендент. Конечно, о Венере в Скорпионе я рассказала в своих гороскопах на декабрь. Пересмотрите их, пожалуйста. Пусть вся информация вам во благо. Обязательно ставьте лайки, пишите добрые, светлые комментарии и подписывайтесь на канал. Уважаемые овны, Венера в Скорпионе — это, конечно, женщина-вамп, женщина-вампир. И да, в вашем случае это такой транзит конкретно может именно так и проиграться. Как в позитивном ключе, так и в негативном. Как то, что вы будете очень привлекательны, так и то, что захотите попить чьи-то кровушки. Бывает. Будьте, конечно, особенно осмотрительны в отношениях именно с женщинами. Будь то вы женщина, либо вы мужчина, всё равно здесь женщина может какая-то взять с вас энергию. По восьмому дому гороскопа она может взять у вас деньги, поэтому будьте здесь осмотрительны и осторожны. Сочетание с Меркурием, конечно, не давайте вообще никому в долг после 13 декабря. Но также это может быть взято с вас какая-то другая энергия, в принципе, ваша жизненная энергия, в принципе, ваша сила. Поэтому гоните плакальщицы своего дома в этот период и сами постарайтесь сдерживаться. Конечно, Венера в Скорпионе — это не плакальщица. Да, она может быть жертвой, но она скорее агрессивна своей жертвенностью. Она скорее защищается, да, вот такая ярость со слезами может быть, но всё-таки это защитная, защитная реакция. Очень финансовый, очень финансовый, очень финансовый период в этом году. Подчеркну три раза. И очень страстный, уважаемые овны. Держитесь и держите свои деньги покрепче. Уважаемые тельцы, Венера в Скорпионе с 4 декабря по 29 декабря в вашем символическом седьмом доме гороскопа. Это один из лучших периодов любовных в этом году. Любовных в плане именно партнёрства. Седьмой дом — это дом брака. У нас с 13 декабря ретро-меркурий. Поэтому какая тут может быть история? С 4 декабря по 13 декабря, возможно, у вас новые знакомства потенциально, которые могут привести вас к замужеству либо женитьбе, если вы свободны, либо просто к отношениям. Если вы не хотите замуж, если вы уже замужем, то обостряются отношения с мужем и с женой. В плюс либо в минус обостряются. Может быть и так, и так, а может быть и так, и так. В любом случае актуализируются отношения. Если вы ждёте возвращения, либо хотите вернуть девушку, то тогда после 13 декабря здесь скорее вы не сдержитесь. Конечно, я обращаюсь к мужчинам. Уважаемые мужчины, если вам нужно вернуть девушку, то скорее всего вы не сдержитесь после 13 декабря и будете рьяно её добиваться. Но возможно, что и до 13 декабря начнёте действовать. И в принципе действовать нужно по Венере в Скорпионе. Если вы готовы, особенно если вы готовы сделать девушку невестой своей или если видите, что у неё есть уже другие поклонники, и в общем-то вы можете оказаться проигравшим. Девушки, вам же нужно быть готовыми к тому, что до 13 декабря у вас потенциальные женихи на пороге, после 13 декабря бывшие на пороге. Если, конечно, они умные, они к вам возвращаются. Если нет, то что поделать? Тут, конечно, тяжёлое будет им наказание, потому что Венера в Скорпионе — это, конечно, очень-очень-очень-очень мстительная Венера. И за вас могут отомстить силы, высшие силы. Тёмные, кстати, тоже. Особенно если вы каким-то образом с ними взаимодействуете. Если не взаимодействуете, всё равно. Нам по жизни помогают тёмные и светлые. Верите вы или не верите, знаете или не знаете, боитесь или не боитесь — это есть, это присутствует. Ваш род может помогать вам в приобретении статуса жены. Звучит, конечно, не очень, но как есть. И причём, что могут помогать вам не только тонкие, душевные, те, которые любили вас люди, те, которые вышли в ангельские сферы, но могут вам помогать, к примеру, неупокоенные тоже души вашего рода. История человечества ужасна, поэтому во многих родах такие души есть. Если вы разбираетесь или изучаете магию, то это родовые бесы. То есть это всё, что угодно. Ну и, в принципе, ваша собственная магия, ваша собственная привлекательность, конечно же, тоже вам помогает. Вы как ангел искушения и чистый светлый ангел одновременно можете здесь выступать. Ну, в общем, к вам привлекается любовь. Мужчины, у вас последний шанс свою девушку сделать невестой, невесту с женой. Поэтому поспешите, а то опоздаете. Может быть, какой-то очень сильный, властный, богатый мужчина её у вас и заберёт. Ну, а если вы хотите быть сильно богатым и властным, то помните, что, конечно, здесь без женщины никуда. На самом деле очень сильно связана любовь и деньги. Венера как раз отвечает за любовь и за деньги. Поэтому обычно богаты те мужчины, которые в отношениях с женщиной, которая их любит. Надеюсь, я вас не запутала. Любите и будьте любимы, и будьте богаты. Венера даёт вам отношения с богатым человеком, и также вас тоже делает богатым. Уважаемые близнецы, с 4 декабря по 29 декабря Венера в вашем доме работы. Ну, здесь, возможно, кто-то вам попьёт кровушку на работе. Может быть, будет очень много работы. Придётся перерабатывать, за кого-то ещё работать. Кто-то может подвампиривать вас именно на работе. Жаловаться, плакаться и просить, чтобы вы выполнили за него эту работу. Также это может быть какая-то тема, что вас используют, например, строят вам глазки и говорят, сделай за меня, пожалуйста. Вот такая тема может быть. И вы реально делаете, и пашете за двоих, за троих. Ну, вот потому что повелись на какой-то некий соблазн, на искушение. В то же самое время, это хороший период для повышения на работе. Вас могут повысить, могут повысить зарплату. Поэтому, в общем-то, не зря вы, конечно, будете стараться. Не зря вы будете трудиться, но берегите своё здоровье в любом случае в этот период. Уважаемые раки, у вас Венера в Скорпионе, в пятом доме гороскопа. Это есть дом страсти. Сама по себе Венера в Скорпионе мега страстная. Это ещё и дом страсти. Ну, что же, очень страстный период у вас с 4 декабря по 29. Здесь, конечно, есть опасность попасть в любовный треугольник. Здесь существует опасность вам стать именно жертвой в треугольнике. Жертвенная страстная любовь. Если у вас такая уже есть, то она обостряется, есть бурные события какие-то. Если у вас любовь заскучала, задремала, превратилась в болото, то разгорится страсть. Если вы в супружеских отношениях, которые, кажется, угасли, здесь будет новая волна, свежая кровь в этот период. Конечно, самый лучший здесь вариант для одиноких, для тех, кто ищет любовь, для тех, кто ищет именно страстную любовь. Ну, снова-таки будьте внимательны, чтобы не вляпаться в любовный треугольник, потому что тут может, конечно, пострадать ваше сердечко, и можете пострадать. Да, это может быть прекрасная роза, как вы видите на картинке, но она также вас может и поранить. Конечно, период для деток, для тех, у кого есть дети, у них может быть какая-то влюблённость. Это прекрасный период для зачатия, в том числе, если вы хотите, и для вашего творчества. Правда, творчество будет какое-то специфическое, возможно, приносящее вам боль. Может быть, вы просто очень любите своё дело, своё хобби, настолько, что готовы и губы покусать, и мозоли натереть. Такая болезненная любовь, любовь до боли, любовь-боль. Берегите своё сердце в этот период, всё-таки пятый дом – дом сердца. Не горячитесь, особенно, да, если у вас есть уже так уж и проблемы с сердечной, с этой системой. Чуть поменьше тогда страсти, попридержите тогда страсть. Вообще, период очень страстный. Уважаемые львы, Венера в Скорпионе, в вашем четвёртом доме гороскопа. Здесь, возможно, какая-то страстная история разворачивается непосредственно в вашем доме. Это может быть, конечно, очень и невесёлая страсть, это может быть и болезненная страсть. Будьте осторожны, у вас в доме может какой-то быть маньячелла, так сказать, либо вампир, который просто портит вам жизнь. Конечно, если у вас какие-то серьёзные проблемы в доме, если действительно у вас дома насилие, то здесь не терпите, пожалуйста. Здесь такой аспект, на самом деле, очень опасный. Если у вас всё хорошо, то тогда такой аспект проиграется, как страсть в доме, то есть в положительном значении страсть в доме. Ну, знаете, такие итальянские страсти иногда есть какие-то последствия не очень приятные, так что, пожалуйста, это учитывайте. Ну, и тут ещё, конечно, вероятно, что вы сами, да, тот самый вампир, который всех маньячит, поэтому, ну, надеюсь, конечно, вы себя здесь держите. Вы лев, вы очень активный, очень страстный знак зодиака, поэтому последите за собой. Помните, что насильно мил не будешь, и не нужно никого догонять и делать счастливым своей любовью. Ваша любовь, к сожалению, может убивать другого человека, даже если вы сами этого не осознаёте. Последите за собой, не действуете ли вы как хищник, либо как хищница, и контролируете себя в этот период, очень страстный период. Уважаемые девы, Венера, в вашем третьем доме гороскопа с 4 декабря по 29. Здесь много знаний, много информации. Возможно, вы интересуетесь чем-то очень пикантным, чем-то табуированным, страстным, либо страшным. В общем, у вас информация под значком 18+. Может быть, сейчас вы и работаете в какой-то сфере, связанной с этим. Если нет, то просто много хотите смотреть, узнавать, слушать. У вас тут секс-эдюкейшн идёт по такому транзиту весь декабрь. Очень возможно, что произойдёт какое-то знакомство новое, страстное, до 13 декабря. А после 13 декабря, если вы девушка, к вам может возвращаться ваш страстный поклонник. Если вы мужчина, то возвращайтесь к девушке обязательно. Вообще всегда, но по ретро-меркурию, ретро-меркурия вам будет помогать просто в этом. Хотя, конечно, возвращайте свою страсть и до того. Период ретро-меркурия подходит для возвращения, для возврата, для того, чтобы возвращать. Потому что просто энергия более благоприятна именно для ретро, для повторных действий, для возвращения. Хотя, в общем-то, это надо делать всегда, чтобы не упустить своё счастье и свою любовь. Уважаемые весы, у вас Венера в Скорпионе, во втором доме гороскопа, для вас это просто шикарнейший транзит. Во-первых, потому что Венера — это ваша правительница. Во-вторых, потому что второй дом — это дом зарплаты, денег, а в-третьих, потому что Скорпион — это знак самых больших денег. То есть, получается, ваша правительница из любви к вам приносит вам огромнейшие деньги. Этот транзит для вас проиграется, скорее всего, именно и только лишь как финансовая тема. Вообще, Венера в Скорпионе, конечно, про страсть, про болючую страсть, про болезненность даже в любви. Но для вас это любовь к деньгам. И очень прибыльный период. До 13 декабря — это новые денежки большие, после 13 декабря — возвраты долгов. Если вы соберетесь кому-то давать в долг, лучше это не делать после 13 декабря и не брать в долг тоже. А вот принимать в том числе не только материальную, но и моральную компенсацию можете получить. То есть принимайте денежки в любом случае. Если у вас может быть и повышение зарплаты, и какие-то премии, и надбавки. В общем, деньги вас любят. Ваша правительница Венера любит деньги, и вас в том числе. Очень хороший финансовый период с 4 декабря по 29 декабря. Поздравляю вас! Уважаемые скорпионы, Венера в вашем первом доме гороскопа. Но это прекраснейший для вас транзит. Транзит с 4 декабря по 29 декабря. Венера приносит вам красоту, любовь, деньги. Вообще вы шикарны будете в этот период. Это ваш период, когда вот всё будет, как вы любите. Всё в том стиле, в котором вы любите. Можете даже замечать, что люди как будто стали более симпатичными, и вы, конечно, людей будете более симпатичными. Этот период подходит для новых знакомств, но правда до 13 декабря, потому что после 13 декабря у нас ретро-меркурий. Поэтому если вы мужчина, который хочет вернуть свою возлюбленную, свою любовь, то можно действовать после 13 декабря. Вообще нужно действовать всегда. Но рекомендуется на ретро-меркурий, потому что он благоволит возвращению куда-либо. Для новой любви до 13 декабря, для повторных попыток после 13 декабря. Ни в коем случае не проводите операции на теле после 13 декабря. Неблагоприятный период. Для хирургических операций просто противопоказано. Если, конечно, это не срочная операция, если, конечно, это не повторная операция. Так повторная может пройти и на ретро-меркурии. Любите себя. Прежде всего, эта тема про любовь к себе, этот месяц для любви к себе, поэтому позаботьтесь о себе, естественно. Может быть, кто-то из вас захочет как-то себя экстравагантно, необычно, даже опасно украсить. Но, опять же, если вы захотите сделать, например, татуировку, а скорпионы, типичные скорпионы, очень любят это делать, то лучше, конечно, набивать татуировку себе до 13 декабря, пока нету ретро-меркурия. Уважаемые стрельцы, у вас Венера в 12 доме гороскопа с 4 декабря по 29 декабря. Ох, ну вообще-то она ведь перекликается с вашими днём рождения. Конечно же, вас поздравляю. Такая Венера очень духовная и одновременно очень страстная, просто мега страстная. Одновременно образ и блудницы, и Мадонны. Этот образ, который вам нравится из своего мужчины и который в вас проявляет, если вы женщина, хотите вы это или не хотите, кстати, заметьте, так и может быть, что очень часто по Венере в 12 доме что-то происходит бессознательное, в том-то том бессознательного. Вам, например, интуитивно будет хотеть украшать себя чем-то чёрным, какими-то цепями, какими-то плетёными, например, косичками. И вы даже не понимаете, почему это. Как вот купили вещь, да, вот как повело вас, как по зову души. Домой пришли, посмотрели в зеркало, думаете, ой, какой-то образ госпожи вышел, конечно. Ну вот чем такое мощное, одновременно, да, и духовное, и интимное движение вашего тела и души. В общем-то, тут такие тантрические истории в том значении, в котором обычно понимают западные люди слова «тантра». Но тут очень много духовности, ещё раз повторюсь, конечно. И какая-то, может быть, проходить у вас тайная, скрытая, интимная связь тоже на фоне духовности, в связи с духовностью. Может быть, у вас тайные отношения. Это может быть в положительном значении и в отрицательном. Может быть, у вас отношения с человеком, который на расстоянии, который где-то закрыт по какой-то причине. Закрытия бывают очень разными, по разным причинам. С духовным человеком, с иностранцем отношения. Если они у вас уже есть, это всё актуализируется, развивается, усиливается. Если нет, то такие отношения могут возникнуть. Если вы ищете себе возлюбленную либо возлюбленного иностранца за рубежом, то лучше это делать до 13 декабря, потому что с 13 декабря ретро-меркурий. На ретро-меркурии другие задачи. Задача — возвращать девушку, если вы мужчина, и ожидать того, что может вернуться мужчина, если вы девушка. Уважаемые стрельцы, вы, конечно, знак очень любвеобильный. Вы всегда устремляетесь к каким-то новым горизонтам. Но Венера в Скорпионе, она цепи показывает. То есть возможно, что даже при очень большом порыве куда-то улететь, уехать, вы чувствуете, как держит вас цепями любовь. Если у вас есть любовь, уже есть, то она вот такая, скорее всего, вот такая болючая привязанность. Одновременно желание вырваться и остаться. Здесь, конечно, это нужно прорабатывать именно духовно. И в 12 доме психологии. Возможно, вам нужен психолог, возможно, психотерапевт. Но, честно вам скажу, иногда и психиатр проходит. Венера в 12 доме — это образ ведьмочки. И Венера в Скорпионе сама по себе тоже образ ведьмочки. Поэтому вам может помочь какая-то ведьмочка, обращайтесь за помощью к специалистам, к той девушке, которую вы могли бы назвать ведьмочкой. Она, скорее всего, вам поможет. Ну, и у вас тоже может быть такая девушка. Либо вы такая девушка. Пишите, кто вы. Пишите и ставьте лайки обязательно. Уважаемые котироги, у вас Венера в Скорпионе символически в 11 доме гороскопа. Напоминаю, что это общий прогноз. У вас может быть она в другом доме. Поэтому точно вам рекомендую послушать еще и водолеев, и рыб. Скорее всего, что проиграется. Это Венера в 11 доме. Это ангелочек. Белый, прекрасный, светлый, радостный и розовый. Но Венера в Скорпионе — это дьяволеночек, это чертеночек в красно-черном. Сочетание ангела и демона точно присутствует в вас, если вы девушка. И вам такая девушка нравится, если вы мужчина. Если вы сейчас не в отношениях, то ищете человека, сочетающего в себе черное и белое, сочетающего в себе противоположности и страстного. Здесь, конечно, ориентир на поиск страсти. Если у вас уже есть отношения, то, скорее всего, они по таким транзитам онлайн, потому что в 11-м городском, подойдем интернета. Либо большую частью вы взаимодействуете по интернету, либо человек живет где-то на расстоянии и ездит к вам. Тут максимум по такому транзиту это гостевой брак. Очень может быть, что человек где-то работает, а на выходные к вам приезжает и вы вместе проводите уикенд. Много общения в интернете, это естественно для нашего времени, но я должна это подчеркнуть в связи с тем, что транзит Венера по 11-му дому. Это любовь виртуальная. Либо когда большие или большую часть вы не видитесь, большие промежутки вы не видитесь, потом видитесь. Для кого как? Еще раз подчеркну, что для кого-то, что значит вы много не виделись? Для кого-то это 11-м месяц, по 11-му дому, а для кого-то 11 дней уже долго. Для кого-то, ну понимаете, то есть тут для кого-то это вообще тема разницы в возрасте. 11-й дом. Это дом любви, когда пара, в паре кто-то старше на 11 и более лет. Также какая-то другая может быть существенная разница. Разница во времени присутствует, так или иначе, но здесь высокая любовь, возвышенная. Часто проходит тонко, интуитивно, платоническое, то есть больше тут общения интеллектуального и на уровне душ. Любовь, благословленная небесами, у вас на протяжении всего этого месяца. Если вы хотите в этом месяце искать новую любовь, то, конечно, по 11-му дому хорошо искать в интернете до 13-го декабря, потому что после 13-го декабря ретро Меркурий. Если вы мужчина-козерок, то после 13-го декабря Меркурий будет благоволить вам и поддерживать вас в плане возвращения своей любови, если вдруг вы её потеряли, утратили по какой-то причине, непонятно по какой, тут может быть разная. Всегда нужно возвращать свою любовь, потому что очень часто может быть поздно. Но ретро Меркурий просто помогает вам в этом деле. То есть, конечно, если вы хотите вернуть любовь, то вы можете действовать и раньше, чем 13-го декабря. Но с 13-го декабря, так сказать, ветер будет попутным, да, в спину, будет вам помогать. Если вы девушка, можете ожидать, но можете и не ожидать. Конечно же, по 11-му дому идёт надежда. То есть надежда, и надежда, скорее всего, может быть какая-то есть. У кого-то и нет, кто-то уже и утратил надежду. Тогда по ретро Меркурий она как раз может вернуться. Но в любом случае для вас, девушки, конечно, трансит хороший, потому что Венера в единственном доме это у вас множество поклонников, среди которых вы можете выбирать. Вот только иногда один поклонник не подходит. Их может быть сколько угодно, но какие они? Вот вопрос. Качество. Качество важнее количество. Желаю вам, чтобы ваши мечты о любви сбылись, потому что, уважаемые козерожки, Венера у вас в доме осуществление мечты. Венера — это любовь, любовь в доме осуществления мечты. Мечта о любви осуществляется. Пусть так будет, если не с первого, то со второго раза по ретро Меркурию. Всё равно это прекрасный для вас транзит. Также, уважаемые козероги, конечно, для тех, кто… Декабрьский козерог. Смотрите, у вас соляры будут на Венере в Скорпионе. У тех, кто рождён с 22 по 29 декабря, у вас будет в соляре Венера в Скорпионе. То есть вот такая страстная любовь, очень сильная, мощная, роковая любовь у вас будет на протяжении всего следующего года. Если вы мужчина, рождённый с 21 по 29 декабря, то у вас роковая женщина. Это 100%. Если вы девушка, рождённая с 21 по 29, то это вы такая. Ну, конечно же, уважаемые козероги, я ещё раз подчихну, что это общий прогноз. Не забывайте об этом, пожалуйста. Где у вас Венерочка? У вас, например, может быть тоже Венера на натальной карте в Скорпионе, а может быть в Водолее, а может быть в Козероге. Нюансы. Нюансы, детали очень важны. Обращайтесь со своими личными гороскопчиками, чтобы знать всё точно и наверняка. Будьте счастливы и взаимно любимы. Уважаемые Водолеечки, у вас Венера в 10 доме гороскопа. Ну что же, страстное желание пробиться к вершинам, к высотам, достичь многого. Особенно вы можете быть успешны, если работаете в опасных структурах, организациях, в опасных местах и странах. Вот здесь у вас может быть максимальный успех, слава и уважение за счёт того, что вы мега рискованный, мега, может быть, сами мега опасны, кстати, тоже. Но это приносит вам почёт, славу, уважение, успех. Вас видят очень ярким человеком, очень энергичным, магическим в том числе. Если вы работаете в сверхэзотерике, для вас тоже прекрасный месяц с 4 декабря под вас 9 этот период. Ну и вообще, если вы работаете в каких-то структурах, где есть карьерный рост, в государственных структурах в том числе, ну и в принципе, если вы человек целеустремлённый, цели вы свои добьётесь, если не с первого, то с второго раза точно и будете очень успешны и славны. Желаю вам доброй, прекрасной, положительной славы и очень много денег, потому что Венера в Скорпионе, конечно же, это очень много денег и здесь у вас по 10-му дому гороскопа гора денег. Пусть так и будет. Во благо вам! Уважаемые рыбки, у вас Венера в Скорпионе в 9-м доме гороскопа. Это прекрасный дом, дом духовности, его называют домом Бога. Но не тут-то было Венера в Скорпионе, это ведьмочка. Ну что сказать, подружите вы, конечно, свою внутреннюю ведьмочку и божественность свою внутреннюю. Если вы женщина, то это прекрасный для вас транзит, это страстный, прекрасный транзит, показывающий то, что в вас влюблён буквально весь мир. Возможно, у вас мужчины, поклонники, в основном иностранцы. Либо люди, которые живут в Астране, являются иностранцами, либо те, которые за рубежом живут. Это очень хороший транзит для тех, кто хочет начать отношения с иностранцем, либо развить их, если они уже есть. Если вам нужны новые отношения, то вы можете искать новую любовь до 13 декабря. А если вы ожидаете, что хотите, чтобы вернулись к вам прошлые ваши любовные связи, то после 13 декабря. Если вы мужчина, рыба, то, конечно, вам больше благоволит ретро-меркурий, если вы хотите вернуть любовь и возвращаете свою девушку после 13 декабря, хотя это можно делать и до 13 декабря. Точно, что не стоит откладывать надолго. Почему после 13 декабря лучше? Потому что энергия меркурия благоволит возврату, хотя можно, ещё раз подчеркну, и до того. Второй брак, может быть, у кого-то пройдёт под таким транзитом, до 13 декабря, если вы хотите, то расписывайтесь, не позже. И в Венчане, и другой какой-то религиозный обряд, хотя есть какой-то мистический обряд, скорее всего, пройдёт. Вторые любовные отношения будут более удачные, вторые удачные шансы вообще вас сопровождают по любви, по деньгам. Со второго раза всё получится лучше в месяце декабря. Будьте счастливы, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, заказывайте свои личные гороскопы. Всего блага, всего доброго.